Всем привет! В этом видео я отправляюсь в мини-отпуск на 7 дней. За эти 20 минут вы увидите Москву, Сочи и Краснодар. Я покажу интересные места, которые стоит поездить за несколько дней в этих городах. Мы посмотрим Красную площадь, Третьяковскую галерею, Парк Зарядье, искупаемся в Черном море, поднимемся в горы на Роза Хутор, посетим множество водопадов, скатимся на Родальбане, покатаемся на велосипедах и увидим, что произошло с Краснодарским водохранилищем. Самой лучшей благодарностью от вас будет лайк, подписка, комментарии и поделиться данным роликом своими друзьями. Не забывайте про другие интересные видео из других стран на моем канале Travel Forever. Всем привет! Давно не летали на самолете, даже как-то я позабыл, как это все делается. Получил билет и сейчас идем на паспортную контроль и на посадку. Третьяковская галерея Светляковская галерея Светляковская галерея Велосипеда Подождайте минерену и оставайте очередь при посещении той люб cinco комнат, а также соблюдайте дистанцию. Велосипеда в москву я прилетел 20 сентября и столица встретил меня довольно низкой температур практически весь центр для автомобилистов был перекрыт поначалу я подумал о каком-то празднике или принятие новых карантинных мер но увидев спортсменов я понял что сегодня проходит 8 московский марафон по традиции это самый массовый забег россии и главный марафон страны пипец только техники они вывезли столько полицейских машин и вот этих оранжевых всяких грузовиков это просто не знаю где столько можно взять каждый переход почти закрыт в нем принимает участие свыше 24 тысяч атлетов его участники пробегают мимо многих всемирно известных достопримечательностей москвы дистанция маршрут составляет целых 42 километра я вряд ли столько пробежал собственно и зачем стоимость участия составляет от двух тысяч рублей человека а призы от 30 тысяч до 400 тысяч рублей довольно внушительные цифры не так ли в этот раз я был занят личными делами много не гулял и практически ничего не снимал поэтому частично вы увидите кадры с ноября 2019 года когда мы посещали столицу перед италией на самом деле москву частенько недооценивают помимо красной площади кремля и храма василия блаженного есть множество интересных мест например третяковская галерея парк заряди арбат и другое видеоматериал у меня накопилось довольно много если интересно то могу сделать подборку топ достопримечательностей москвы если интересно напишите об этом в комментариях закончил все дела за три дня я решил оставшуюся неделю до гулять в краснодарском крае накупаться в сочи и заодно навестить родителей в краснодаре всем привет летим в сочи из москвы в принципе все были в масках довольно таки необычные приехали в сочи сейчас пойдем на общественный транспорт и поедем заселяться не успела я сесть в автобус как меня уже ожидали адлерские пробки все взял билет на ласточку до краснодара пятницу вообще на все билет взяли вот так выглядит ржд у них вокзал классный и вот здесь уже море думал успею на закат но пока там доехал пока пробки по городу закат уже куда-то ушел без нас вот тут море . это фильм идет что на реальный фильм идет смотрите чё пиратка рыбского моря в общем расклад такой ребят был я пару дней в москве по делам и чтобы обратно как-то не знаю взбодриться решил я заехать ну к родителям которые живут в краснодаре но самый дешевый билет был в сочи поэтому довольно таки хорошая была возможность сесть сюда возможно искупаться сейчас у нас сентябрь 20 какой у нас сегодня 22 либо 23 сентября погода блин вообще жаркая смотрите в куртке чтобы понимали сейчас я открою прогноз погоды примерно какая у нас температура какая была в москве и к здесь вот погода в лесном на 7 градусов в москве 17 и и здесь у нас да и вот такая погода у нас здесь то есть до 27 градусов 22 я уже похолоднее принципе я вот так и дублин я уже спать тел реально фото поскорее уже заселиться принципе отель находится недалеко тут буквально где-то километр и идти поэтому быстрее я думаю дойду пешком тебе взять автобус ехать переполненном автобусе еще и с пробками в общем не удержал зашел я первую столовую чё у нас вышел плов борщ и компот с хлебом всего 277 рублей цены блин вообще приятные по сравнению с московским в общем отеля в этот раз одно самый дешевый за 2 0 за ночь вышло всего 1200 рублей 2 ночи 2 400 в общем отель находится примерно вот здесь вот идти буквально минут 15 наверно все заселился что у нас тут издавайте мини обзорчик по буренькому шкафчик кровать вот телевизор холодильник и тут ванна ну так обычно пойдет чисто переночевать мне кажется самое то тут окно еще и до кондер есть круто и вот здесь вот вид такой вот а сейчас у нас 8 утра и я пошел искупаться на море пока нет народу пока не сильно жарко ну и пока есть время ну в принципе народу не так много 9 это примерно 9 часов утра пляжи вообще переполнена уже в обед будет не знаю раза 3 не 45 больше так что выгоднее наверное ходить с утра и вечерком а а а и и и и и и и и В общем взял на прокат электровелосипед, блин, такая вещь реально крутишь, короче, он помогает тебе докручивать Прямо через гоня, смотрите, какая скорость Вот я всего три раза, четыре, пять, шесть Давайте протестируем, что-то Короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, девять, десять Вот эти вот пробки здесь постоянно, что пять лет назад, что три года назад, что сейчас Проще, блин, вот вечером вообще пешком ходить, потому что это нереально Общественный транспорт ездит медленнее, блин, чем ты идешь пешком Приехал сегодня на розах утра, время девять утра, купил вот такой билет А, вот и даже Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин